В будущем фестивале на Крымской ночи, что без свободности на цене, что какое-то давление на вас начнется, на фестивале, в державе, в связи. К сожалению, не получается такая отдельная пель от всей страны. Знаете, мы когда-то думали, что вот у нас есть, например, радиостанция «Армосква», которая хоть и принадлежит «Газпрома», но ей позволяют быть свободной, независимой. И мы думали, что Кирби тоже так позволит хотя бы одному региону быть свободным, независимым. Ну, то есть пока я должен сказать, что мы держимся. Все запрещенные выставки мы открыли. Сегодня в фестивале в городке начала работать демонстрация, это проект Артема Госпутова. И пока никаких эксцессов не было. То есть мы вообще-то хотим отстоять, потому что мы считаем, что власти это не любят. То есть это, знаете, это как вот если... Понятно, что боль неприятна. Бывает приятная боль, но если организм теряет боль, он теряет защиту. То есть ты подносишь руку к огню. Если тебе не больно, ты руку не отдергиваешь. Ну, то есть как бы если тебе не больно, когда ты болеешь, ты просто умираешь, чтобы ты не начинаешь лечиться. Вот искусство очень часто выполняет роль боли для общества. И соответственно, там, в то же самое место в Сочи. И в принципе можно принять болеутоляющее. Можно запретить искусство. И эта боль исчезнет. Но для общества это слишком опасно. Поэтому... Дело в том, что вот эти вот периоды... Не первый же раз. Мы занимались искусством в гораздо более течественных ситуациях. До перестройки это было вообще героизмом. То есть с бульдозерами на художников выходили. Поэтому я думаю, что... То есть у меня хорошее настроение. Конечно, мы чувствуем вот эту попытку ограничить слабое господство. Но, с моей точки зрения, сегодня, в эпоху интернета, в эпоху, когда Россия все-таки часть мира, сделать это гораздо блиннее, чем, мне кажется, тем людям, которые хотят, как бы свободно ограничить. И я бы сказал тоже, что скандаль вокруг рисковки, но громкость его, это на разные риски, рекомендации, что это, в сути, наезд на губернатора. В начале был наезд на губернатора, но главный скандал, конечно, случился после запрета выставок. Дело в том, что люди, которые запрещали, они даже, видимо, не понимали, что все мировое сообщество, ты можешь делать много вещей, но запрещать выставки ты не можешь. То есть сразу все становятся своими надеваниями, сразу это становится, ну, как бы сверхсамызимым. Ни одна выставка не является таким мощным событием, как запрет выставки. Поэтому, как только они выставку закрыли, они таким образом, наоборот, прилетят не в мировое, а в силу мира. Но тоже, при этом, твои отсутствовали знания, что от Николая принесли. А это что, это наезд тоже на вас, на ювелирный фестиваль? Ну, в первую очередь, конечно, на губернатора. Дело в том, что, когда сменился губернатор, год тому назад, ну, вот у меня в музее силы проверки. Я их спрашиваю, там, две прокурорские, другие счетная палата местная. Я их спрашиваю, а в другие музеи вы как раз проверяете? То есть я хочу сказать, что для нас, для музея, это обычное дело. Восьмое. У нас есть специальная комната для проверяющих. Очередная проверка. Пожалуйста, вот вам комната, садитесь. Вот, значит, вам специальный офицер связи, чтобы вы не дергали сотрудников. Можете писать два раза в неделю заявку, какие-то полнодельные документы вы хотите. Нет проблем с этим. Но то, что это раскрутили так, как события, до этого семь проверок и непрерываются. Это, конечно, говорит о том, что кто-то работает на то, чтобы дискредитировать бассердин. Потому что меня этим нельзя дискредитировать. Продолжение следует...